Нарковойны. Кокаиновый картель. Богота, Колумбия, Международный аэропорт. КОНЕЦ 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 СОЛЬМУ КОНЕЦ 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 а кандидат либеральной партии на президентских либерах колумбии сенаторы карлос и голланди композитор чарльз бернштейн монтаж даг айболт дон орландо казал мне большой честь оператор человек с опытом и с мудростью должен становиться политикой особенной колумбии мы колумбийцы динамичный энергичный народ мы независимые лидеры латинской америки автор сценария мы с уверенностью смотрим будущий 20 21 век режиссер пол красен давайте к делу какова ситуация орландо с армиентос издатель эль гардиан мюэс карман из комбинации 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 сша создают большое жюри что будет дело против пабло хозея и других лидеров картеля в исходе отсутствует если нам удастся их переправить в америку мы будем их судить в америке где кто не сможет нам угрожать а затем мы посадим их в подземную тюрьму введениями никого не будут представлять угрозу но мои люди хотели бы знали в колумбия и готова ли колумбия выдать их вы хотите сказать готов ли президент баркас выдать их сша все не так просто у картеля есть девять лучше могилы в колумбии чем тюремная камера в америке говорят они на языке 8 миллиметровых породий и пластиковых бомб если баркас уступит американскому давлению придется за многое платить здесь в колумбии это вопрос национальной гордости политики генерал фернандо осаарю шеф международной безопасности понимаю я как аутсайдер могу высказать субъективное мнение но я думаю что сейчас прислушиваться к общественному мнению роскошь более непозволительная ситуация уже вы должны либо выдать их нам в америку либо найти судью который сумеет возбудить против них дело и при этом остаться в живых люди уже начали верить что закон полиции армии все это картелю не прилагается полковник роберт чавес национальная полиция колумбии эскобар гача и другие стоят вне правительства вне государства они живут ходят по магазинам общаются и сохраняют свою армию целые армии в богате в моделине как будто они живут в иностранном государстве мы должны убедить народ в том что с ними необходимо воевать думать об общественном мнении уже поздно проблема стоящая перед нами заключается вот в чем готов ли баркос и правительство колумбии править колумбии или они оставляют это картелю новым годом сеньор и вас новым годом редакция газета эль гардиан редакция газета аε correction а и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Если я соглашусь, каков будет следующий шаг? Я вас познакомлю с вашими телохранителями. Итак, мы решили продолжать наступательную тактику, чтобы расширить наши доходы и увеличить наше влияние на Юго-Восточную Азию. Закупки в Сингапуре в октябре-2 продолжаются. Мы достигли результата миллиарда долларов в этом районе, и в течение ближайших лет эта цифра должна возрасти в три раза. У нас есть различные депозиты в Швейцарии, Люксембурге, Электренштейне. Сумма более 5 миллиардов долларов, они находятся в безопасности, но, к сожалению, там платят очень небольшие процессы, и эти склады, пожалуй, малоликвидны. Я предлагаю поместить крупные капиталы в Федеративной Республике Германии. Экономика там подвижна и возможности практически не ограничены. Согласен. А вы, господа? Эдуардо Мартинес, Меделинский картель, главный финансовый консультант. Ситуация в США менее стабильна в прошлом, американские власти захватывали на свои доходы, недвижимость и так далее. Я считаю, что вкладывать туда будет необоснованным риском. Что мы его слушаем? Он ничего нового не сказал. Хосе Родригес Гача, босс картеля, военный лидер. Личное состояние оценивается 2,8 миллиарда долларов. Ты закончил? Я бы хотел обсудить ситуацию в нашем полушарии, наши имущественные дела в Венесуэле, Перу и ситуацию в Колумбии. А что обсуждать? Какая тут ситуация в Колумбии? Мы правим этой страной. Я не уверен, что правящие круги с этим согласятся. Синьор Перес. Правящие круги, правящий класс. Они думают, они неуязвимы, им ничто не грозит за их бетонными стенами. Они ошибаются. Их время пришло, но уже ушло. Наше совещание закончено. Пабло Эскобар Гавири, босс картеля. Личное состояние оценивается приблизительно в 3,1 миллиарда долларов. Эй, Хуан! Тебя Приско искал, старик. Где ты был вообще? Я? Был там, где поинтереснее, чем с Приско. У Элины, что ли? Да, она моя. О, размечтался. Сам знаю. У него длинный язык. У кого? У его дружка, у Хулио. Хуан Дэвид Приско. Шеф карательного дивизиона картеля. Это не мое дело. Он рассказал тебе про Сальмьентаса? Ты умный мальчик, Педро. Вот видишь, я же говорил, ими играть больше не буду. Давай махнем в центр, в аркаду. Не, не сейчас. Почему? Потому что у меня другие места на примете. У тебя длинный язык. Ладно, увидимся позже. Да нет, они не собираются меня убивать на самом деле. Какой смысл? Я такая легкая мишень. Тут даже никакой трудности для них не будет. Вот теперь ты ведешь себя как дура. Знаю. Может, поговорим о чем-нибудь другом? Нет. Я не собираю допустить, чтобы ты сама совала голову в петлю. Я не собираю голову в петлю. Я не понимаю, почему они не назначили Фернандес? Он все-таки старший магистрат. Кроме того, он весьма важный. Может, они ему не доверяют, а может, они просто не хотели принести его в жертву. Послушай, Крисина, если ты пытаешься меня запугать, тебе-то прекрасно удалось. Но я все равно не передумаю. Как ты можешь быть такой упрямицей? Судья Пересвега? Это я. Да, я у нее в кабинете. Одну минутку. Алло. Да, генерал. Понимаю. Благодарю вас. А кто она такая? Судья Сатос, который я доверяю целиком и полностью. Я знаю, кто убил издателя. Это было контрактное убийство. Его убил Хулио Мартинес. Совсем еще юный, ему лет 16. Этот Хулио Мартин поговорит с нами. Нет, его можно арестовать так, чтобы в картеле не узнали? Сомневаюсь. Ему заплатили. Каким образом? Чеком. Ему выписали чек, чтобы он убил Сармьентоса? Я должна этот чек увидеть. Он должна узнать, какой банк выписал, на чье имя, кто подписал. Это невозможно. Банки принадлежат им. Они не дадут тебе взглянуть на отмененный чек. Чека нет в банке. Откуда ты знаешь? Он мне его показал. Он еще его не разменял. Он оставил у себя как сувенир. Невероятно. Ты можешь достать мне этот чек? Ты не представляешь себе, насколько это важно. Это просто критически важно. Могу попытаться. Мне нравится вид отсюда. Очень приятный у вас офис. Так что будьте посторожнее. Думайте, кого вы сюда пускаете. Ну, я еще дам о себе знать. Субтитры создавал DimaTorzok Я поговорил с Приско о том, чтобы самому перевезти товар. Мы могли бы с тобой это сделать вместе. Хорошие деньги платят. Знаешь, что я сделаю, если у меня заведутся деньги? Я поеду в Штаты. Посмотрю, на что там жизнь похожа. Катаюсь по Майами на Большом Кадиллаке. Так это все-таки деньги, да? А ты что читать не умеешь? Ну, так что я должен держать язык за зубами, никому ничего не рассказывать, да? И с кем не делиться. Я думаю, тебе стоит прислушаться к этому совету. Ты думаешь, меня кто-нибудь поймает, что ли? Меня не поймают, старик. А подберутся близко, я сделаю то же самое, что я сделал с Армьентусом. Ой, слишком много пива выпил. Эй, Юлио. Эй, Юлио. Эй, Юлио. Эдый, Юлио. Божи,олода쿵. Парч potassium или инновидный колё choose? Расскажи от краски или инновидный колё zeker. естно. 3000 песо. Это чуть больше 600 долларов. Кто такой Хуан Оливарес? Никто. Это вымышленное имя, псевдоним. Я хочу взглянуть все документы по его счету. Погашенные чеки, переводы и так далее. Я хочу приехать в Маделин. Банк вряд ли вам окажет необходимую помощь. Они работают с миллиардными суммами песо для картеля. Хуан Оливарес. Ничего они вам в этом банке не скажут, а я буду настойчиво. С другой стороны, понимаете, любой другой судья уничтожил бы этот чек, а не предъявил его мне. Вы что, хотите поехать в Маделин на их собственную территорию и ждете, что они вам помогут? Извините меня, госпожа, но по-моему, вы сумасшедшие. Да, дадите мне дополнительную охрану. И даже если вокруг вас будет ходить дивизия этих телохранителей, а вы почему здесь, мистер Уан? Не понял, это простой вопрос. Что вы делаете в Колумбии? Я агент в специальной службе в борьбе с наркотиками. Меня сюда прислали, но это же не ваша сторона. Я делаю то, что могу, чтобы помочь вам. Почему? Это моя работа. Вот именно. Я выйду в Маделин завтра утром, генерал. Маделин, пять километров. Банк. Здесь что, принято закрывать банк в одиннадцать утра в четверг? Сами говорит судья Соня Пересвега, судья распоряжения суда. Требую, чтобы открыли. Сейчас же откройте дверь. Вы меня слышите? Доброе утро, судья Пересвега. Откуда вы знаете, кто я такая? Вы довольно громко объявили о своем прибытии. Почему банк был закрыт? Так у нас по техническим причинам. Но, как видите, сейчас мы уже открыты. Я могу вам чем-то помочь. У вас здесь имеется счет на имя Хуана Альвареса. Вы так думаете? Вот здесь судебное предписание, дающее мне право проверить все документы на имя Альвареса, а также все любые другие документы, которые мне необходимы в связи с расследованием дела об убийстве Орландо Самиантеса. О, как это все звучит внушительно. Хернандо, пожалуйста, предоставьте документы, которые необходимы в суде. Я буду за себя в кабинете. Донна Соня, у нас идет некоторое время на то, чтобы собрать все документы по счету сеньора Альвареса. Это может уйти даже несколько часов. Если хотите, подождите здесь. Сеньор Мартинес, это Мария Альфонсин говорит. Вы что, действительно собираетесь передать ей документы Ольвареса? Не говори глупости. Дон Эдуардо. Дон Эдуардо. Да, я знаю Дон Эдуардо. Она уже здесь. Она затребовала документы Ольвареса. Вы знаете, мы делаем все, что вы попросите, Дон Эдуардо, но я хочу вам кое-что предложить. Мы можем ее похоронить в ворохе бумаг. И у нее уйдет несколько дней, прежде чем она поймет, что ничего существенного мы ей не передали. Спасибо за доброе слово. Мне тоже приятно думать, что я сообразительная и находчива. Хорошо, буду держать вас в курсе. А где сеньорита Альфонсин? Она пьет чай. Эрнесто, помоги мне. Хорошо, сеньора. Ирина Альфонсин. Продолжение следует... 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 У нас будет недвижимая собственность в Сингапуре столько же, сколько у айфонцев. Кстати, по вопросу о деле Сормиентоса, расследование все еще продолжается? Это пустяковое дело, и вообще-то мне не стоило бы даже обращать на него внимания. Я думаю, ты сам справишься. Я назначена к судье Пересвяга. Как вас зовут? Хорхео Баскес. Да, совершенно верно. Пожалуйста, пройдите за мной. Сеньор Баскес. Сеньор Баскес, я вас уже жду. Вы, кажется, раньше не встречались или встречались? Нет. Дела у меня в Карфагене. В Боготу я проезжаю редко. Итак, чем я могу вам помочь? У меня есть один клиент. Его дело слушает судья Кристины Сотто. Молодой парень, которого совершенно несправедливо обвинили в убийстве. Мой парень очень беден. Сеньор Баскес, я совершенно не знаю, что вы подруга Кристины Сотто. Я подумал, что, может, вы сумеете как-то вмешаться и повлиять. Сеньор Баскес, да, я действительно друг Суни Сотто. Но вмешиваться в ее дела, не дела моих коллег, я не собираюсь. Надеюсь, я вас не обидел. Я не собирался. Будем считать, что этот разговор просто не имел места. Всего доброго, сеньор Баскес. Сеньор Баскес, как я рад, что вас успел поймать. Вы оставили вот это. Вот так, умница. Он точно как ты. Ты имеешь в виду, похож на меня? Нет, такой же неряхой, неаккуратный, как ты. Я вернусь около трех. Проследите, чтобы он до этого перекусил. Если подождешь полчаса, я тебя подвезу. Нет, я не могу ждать. Мне нужно быть в суде. Да, ну хорошо. Ничего страшного, поеду на автобусе. Нет, я не могу ждать. Нет, я не могу ждать. Доброе утро. 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 Пропуск. Продопуск. До свидания. Что там такое? Не знаю. Синья Пересвега? Извините, что я осуспокоился, но кажется, у нас появился неожиданно лишний батальон на базе. Будет лучше, если вы режете на пол или под кровать. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. И готовы на удар. Продолжение следует... 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 назад с судьей Соней Пересвега. И, наконец, последняя стадия, и мы влезаем в их операции по отмывке денег. Если нам повезет, мы найдем источник, который отмывает деньги. Мы приостановим их поток наличными, и им нечего будет платить планкаторам и курьерам. Для этого требуется удача, не только удача, но и храбрость. А требовалась большая храбрость колумбийской судье, чтобы она вынесла это объединительное заключение. Ее подруга поплатилась жизнью. Так что насчет храбрости ее не занимать, и это не просто игра, и не лотерея. Господа, я опаздываю на самолет. Я начал думать, ты уже не появишься. Играть продолжение. Этот янерфон д Ovония. Видо. Играет продолжение. КОНЕЦ 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 Это заставит Аскобара и Гача задать себе несколько вопросов. КОНЕЦ Добрый день, господа. Эй, эй, ничего, ничего, все в порядке. Пойдем. Благодарю. Пошли. Я должен кое-что передать Брауну. Он здесь, а в чем дело? Я должен передать это ему лично. Да ладно тебе. Ты на нашей территории играешь по нашим правилам. Сеньор Мартинес хочет с ним поговорить. Он сказал, что он позвонит по телефону. Мы его соединим. Что он еще-то, ты, по-моему, не понимаешь. Я все понимаю. Всего доброго, господа. Майк. Майк, это снова Мартинес звонит. Майк. Я поговорю с ним. Сеньор Мартинес. Здравствуйте, мистер Браун. Как дела? Мистер Браун, я могу быть полезен. У меня возникла маленькая проблема. Я не могу переправить деньги через обычные каналы. Я подумал, что вы, наверное, сумеете помочь. Какая сумма? 4 миллиона. Когда вы доставите деньги сегодня вечером? Трудность в том, что мне нужно, чтобы они были в Панаме через 24 часа. Они могут быть даже через 24 минуты. Я думаю, что вас удовлетворит полпроцента в качестве вознаграждения. Тогда я отправляю деньги. Ждем. Дайте мне Дэва Роллингсон. Слушай, Дэй, тут возникла проблема. Сегодня я получу сумму денег, которая должна быть завтра в Панаме. Мне наплевать, как ты это сделаешь, но главное, чтобы ты сделал. Дэва Роллингсон. Дэв, дэв. Дэв, дэв. Ты сказал им, где лапы? Производство у нас и так уже встает на неделю от графика. У нас большие партии коки, запасы копятся, и нам негде перерабатывать. Может быть, если мы вывезем лабораторию из Колумбии, как в 1984 году, нет. Потому что это капитуляция. Мы правим этой чертовой страной. Нас ударили, дадим сдачу. Делают нам больно, пусть у них течет кровь. Мы выживем, пока у нас есть силы, иначе мы не выживем вообще. Он всю жизнь смотрит все эти банковские документы, сидит перед компьютером. Ты бухгалтер, ты не предприниматель. Я бизнесмен, Хозе. Когда цена поднимается, доходы падают. Деньги на восстановление лабораторного комплекса будут крупными. Да, нам придется сократить приток наличности. И тем не менее, такое нарушение процесса производства допустимо. Может быть, они будут доставлять грузы в Кали, а не в Меделин. Неожиданно они перестали бояться. Они вдруг, понимаешь, нашли в себе смелость уничтожить нашу крупнейшую лабораторию. Я предлагаю выступить против них и всех других, что становятся у нас на пути. Если мы уничтожим Асарио и Чавеса, Барко все равно будет танцевать вальс с американцами. Асарио и президент очень близки. Асарио, так сказать, личность очень известна. Его убийство вызовет большое возмущение. У Барко не будет выбора. А Чавес? Ты слишком много беспокоишься об этих чертовых Гринго. Пусть Барко попробует меня отсюда выслать. Но уж нет, я умру на земле Колумбии. Далеко не все из нас разделяют твою жажду смерти, Хозе. Давайте умрем каждый в свое время. Если экстрадикция, выдача станет фактом, мы заставим правительство за это заплатить. А до сих пор будем выжидать это проявление слабости. Когда наши враги решат, что мы достаточно ослабели, мы уверены, что ты покажешь им нашу силу. Разве нет, Дон Хозе? Пожалуйста, не надо со мной так снисходительно. Я делаю то, что хочу, с кем хочу, когда хочу и где хочу. Угу! Привет! Нет ничего приятнее, чем увидеть денежки. Но сейчас я не в настроении лока. Я слышал, сожгли большие запасы коки, лаборатория погорела. Кто стоит, знаете, насколько я понимаю, Чава. Я знаю одно. Если Барко подпишет приказ об экстрадиции наших лидеров, в Колумбии разразится катастрофа. Ладно, будь здоров. Я хочу поговорить с мистером Ваном. Кто это? Один незнакомый друг. В чем дело, Локо? Я только что встретил нашего старого друга Эдуарда. По-моему, он не очень расположен к нашему другу Чавесу. И я думаю, что они решили действовать против Чавеса серьезно. Думаю, вам эта информация пригодится. Спасибо. Нужно забрасывать легко. Попробую. Так в чем дело, Томас? Ты о чем? Я же вижу, рыбалка это не твоя стихия. Зачем ты меня сюда привез? От одного информанта мы узнали, что картель возлагает на тебя вину за уничтожение лабораторного комплекса. Тебя собираются убить. Понятно. Я знаю, ты считаешь, что ты неуязвим, Роберто, но прошу тебя отнесись к этому серьезно. Ты слишком многое волнуешься. Ставки растут на глазах. Каждый раз, как мы делаем шаг против картеля, они становятся все опаснее и опаснее. Тебе нужно вывезти свою семью из Колумбии, по крайней мере, на время. Да, куда же я их повезу в Штаты? Я никого в Штатах не знаю. Я могу что-нибудь организовать, у меня есть связи. Я подумаю. Подумаешь и ничего не сделаешь. Томас, не хмурься, это пугает рыбу. А, неплохо. Дэвид, да не надо ничего экстраординарного, не знаю, может быть, на шесть месяцев. Неужели агентство не может использовать какой-нибудь фонд для чрезвычайных ситуаций? Ладно, но все равно спасибо. Да нет, нет, никаких денег у него нет. Тысяча в месяц, вот это все, на что он может рассчитывать. А как же программа защиты свидетелей? А вам не кажется, что защита полицейского, национального героя, это куда важнее, чем укрывание какого-нибудь деляги, который готов продать собственную мать? Ты любишь цирк, Томас? Любил в детстве. А тебе нравился этот номер, когда клоуны выкатывают такую маленькую тележку в центр арены? Маленькая такая, как эмирушка, такой грузчатый автомобиль, потом переоткрывается, и все они целой толпой усаживаются в эту машину. Мне ужасно это нравилось в детстве. Как интересно у них это получается? Может, там какие-нибудь раздвижные двери? Наверное. А я больше всего любил акробатов на проволоке, или вот этот номер, когда человека выстреливали из пушки. Я так никогда не мог понять, как же это делается. Роберто, сойди с рельс. Роберто, сойди с рельсов. Уходи. Роберто. Конечно, то, что ты приглашаешь меня и мою семью к себе домой, это очень благородный жест, я это не забуду. Я пытаюсь сказать вот что, может быть, я косноязычный, но, в общем, Филиппа и мои сыновья никуда не поедут. Роберто, я связался с кое-какими людьми, которых я хорошо знаю, с людьми, которые очень близки к картелю. Они заверили меня, что мне и моей семье, в общем, ничего не угрожает. Не говори глупости. Томас, прошу тебя, вы с Тей были очень любезны к нам, но дети не хотят никуда ехать и не поедут. Что бы ни случилось, мы останемся вместе, мы одна семья. Ты когда-нибудь слышал про нечто называемое золотой жилы, ламино-дора? Нет. Я думаю, ты скоро услышишь. Ну ладно, не томи. Что такое это ламино? Я не совсем уверен, но я думаю, это то название, с которым мои ребята в последнее время сталкиваются довольно часто. И мы решили, что это какая-то супер-секретная операция по отмывке денег. Производится в США, да? Что-то нового. Удивительная эффективность, скорость и размах. Мои информаторы наблюдают за переходом денег из Маделина в Панаму. Это делается быстро, энергично и в большом масштабе. Советую обратить внимание и выяснить. Ламино. В общем, если ты узнаешь что-нибудь про ламино, дай мне знать. Хорошо. Марти звонит. Одну секундочку, Том. Да, Марти? Я уже здесь, не зову перед отелем. Хорошо. Там, извините, мне нужно ехать. Насколько я понимаю, Браун собирается со мной повидаться, и я не хочу ему по-то строению. Насчет ламино постараюсь узнать. Ну, так что, как мне себя вести? Как будто ничего не случилось. Вот скажи, если ты увидишь, что исчезло 200 тысяч долларов, и ты думаешь, что я единственный, кто знает, куда они делись, как ты будешь себя вести? Поставь себя на их место. Спасибо. Эй, Антеллио, что слышно? Эй, одну минутку. Эй. Я понятия не имею, о чем вы говорите. Уж последний перевод в Панаму был неполный, не хватало 200 тысяч долларов. Где мои деньги, мистер Браун? Это невозможно. Ваш банк Панам сделал ошибку. Они не совершают ошибок. Я перешлю вам копию нашего приказа на перевод. 4 миллиона ушли из Лос-Анджелеса. Если к вам пришло на 200 тысяч долларов меньше, то виноват ваш банк, а не я. Я думаю, нам пора с вами встретиться лично, мистер Браун. Может, приедете в Меделин? А может, вы приедете в Лос-Анджелес? Тогда на нейтральную почву? Хорошо. Аруба, вас устраивает? У меня там есть дело. Договорились. 23-го. Прекрасно. Дайте мне Агетту. Хочу с ним поговорить. Ты что, все еще злишься на Брауна? Брауна, длинный язык. У тебя тоже. Вы бы только знаете, что болтать. О чем-то? Вы, ребята, либо ошиблись, либо дураки. А вот эти, вот эти, они не потеряют просто так 200 тысяч долларов. Кто? Вот эти ребята. Ребята из Ламины. Там настоящая золотая жила. Так, мы проверили по нашим компьютерам в Арлингтоне. То, что касается Ламины, дело крупное. Центр у них в Лос-Анджелесе, да, может быть, отделениями в Атланте и Нью-Йорке. Они все используют тот же фасад. Небольшую лавочку, скупку золота, которая освобождена от всех налогов. Сколько они отмывают? Не знаю точно, но думаю, что в одном Лос-Анджелесе до четверти миллиарда долларов в год. Если учесть другие отделения, мы окажемся рядом с ними просто муравьями. Я думаю, что наши подсчеты еще не полные. Там гораздо больше. Наверняка. Мы должны действовать крайне осторожно. Работать в лайковых перчатках, узнавая, кто эти люди из Ламины и чем конкретно они занимаются. Компания Гилдко. Скупка золота и драгоценных камней. Вот это владелец, нынешний, Суан Киев. Что у него в прошлом? Да, немного. Восточного происхождения в США 10 лет. Я переехал в США 3 года назад. Никаких нарушений, никаких арестов. Пока чистенькие. А это Доскампус. Да, наверное, как доставлять деньги. Маленькая лавочка, скупающая золото. Золото не обязано предъявлять декларацию о доходах государству. Это удобно. Обмен бриллиантов, обмен валюты, закупка золота. Ну что, заглянул туда? Они меня быстро оттуда выкрыли, когда я сказал, что хочу купить золотую монету. Но я успел посмотреть по сторонам, ну и что увидел? Ничего, в служебную комнату я не заходил. Но у меня есть одна идея. Я думаю, мы сумеем их поймать на месте преступления и без штанов. Расскажи. 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 Привет, техническая часть службы безопасности. Мы пришли проверить камеру Гилд Ко. Мне никто ничего не говорил. Вот распоряжение. Хорошо. 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 Слушайте, ребята, если я вам понадоблюсь, я внизу. Хорошо? Да, отлично. Спасибо. 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 Он ушел. Давай. Зачем это какой-то мелкой ловчонке, которая скупает якобы старое золото, аппараты для подсчета и проверки купюр? А может, они считают игрушечные деньги с монополией? Мистер Ки, это Ларри, говорит, ночной охранник. Вы присылали двух техников, чтобы проверили ваши телекамеры и системы безопасности? Я, между прочим, дипломированный инженер и даже аспирантуру кончил. Сколько нынче платят таким инженерам? Да, ерунда. Двадцать тридцать тысяч в год. Я больше зарабатываю у своего отца в хозяйственном магазине. Готово. Не с места. А ну слезайте. Что здесь вообще происходит? Мы чиним телекамеры. Никто не вызывал от смесь камеры. Послушайте. Не подходи ко мне. А, слушай, привет, я знаю только одно. Позвонили в центр управления, сказали, что-то не то с телекамерами. Так всегда делают. Наверное, вам тоже должны быть позвонить, но если вам не позвонили, то мы здесь ни при чем. Это не дает вам права тыкать пистолетом нам в лицо. Между прочим, это действует на первую. Знаешь, что, пошли они все к черту. К черту эти камеры, к черту всю систему. Ничего делать не будем. Пошли. А ну стой. Да, и что ты собираешься сделать? Предстрелить нас обоих, а потом объяснить полиции, что ты убил двух техников, ремонтников и собственной службы безопасности? Катисты. Знаешь, мне не те деньги платят, чтобы я это терпел. Я разберу всю эту систему сейчас к чертовой матери. Ну извините, я ошибся, что ли. А мне твои извинения не нужны. Но я сказал, извините, ну хорошо, продолжайте работать, пожалуйста. Ладно, ладно, мы согласны. Мы продолжим работать. А ты, что останешься здесь, будешь стоять на пороге, смотреть, чтобы ничего не уперли. Да нет, нет, мы уйдем, мы не будем мешать. Вот и хорошо. Уходите. Потому что я могу сказать одно, в таких условиях я работать не намерен. Я профессионал. Неплохо. Мне это нравится. Да, первый сеанс, и вот уже, пожалуйста. Все сведения поступают прямо нам на монитор. Там миллионы четыре, а то и пять. И у них такой объем каждую неделю. Если мы найдем, откуда поступают деньги и куда идут, мы, с одной стороны, наружим оптовых поставщиков, а с другой стороны, выйдем на картель. Перестань, ну не надо. Никто же не видит. Эй. Эй. Что происходит, Майк? Мы не можем взять Мартинеса в Арубе. Почему? Потому что это операция на миллиард долларов в год. Такой крупной отмывки мы еще не встречали. Если мы уберем Мартинеса, Ламина исчезнет. Это его создание. Но давайте дадим Мартинесу погулять. Будем терпеливо. Будем играть по-долгому. Мы прикроем Ламину. Может быть, Мартинес будет направлять деньги нам. Мы поиграемся немного, а потом его прихлопнем. Если нам повезет, то мы получим и Мартинеса, и Ламину. Двойной выигрыш, да. Или потеряем их обоих. Жизнь и игра, Чарли. Да, все зависит от того, как лягут кости. Ну что, будем действовать, да. Поедем в Орубу, но мы же должны там показаться. Нужно повеселиться. Сеньор Мартинес. Ну, наконец-то, мистер Браун. Добрый день. Привет. Отличный вид. Прекрасное место. Оруба, да. Прошу вас. Между прочим, здесь прекрасные деловые возможности. Если у вас есть свободный капитал для инвестиций, я могу вам кое-что посоветовать. Интересно. К вопросу о капитале. 200 тысяч долларов. Они ваши. А это копия приказа на перевод полной суммы в ваш банк в Панаме. Деньги, это, знаете ли, ерунда. Мы с вами оба бизнесмены. Мы прекрасно понимаем, что бизнес нужно вести честно. Когда вы выясните, какую ошибку допустил ваш банк в Панаме, вы вернете эти деньги мне. А пока держите их у себя, если вам так спокойно. Я не хочу, чтобы у вас возникло чувство, будто я вас обсчитал или обманул. Где вы остановились? Мы сейчас этим занимаемся. Позвоните вниз, в партия. Лучшие номера в отеле пусть отдадут мистеру Брауну и Картеру. И пусть они немедленно там поселятся. Счета направляйте мне. Оставьте деньги себе, Джимми. Я не боюсь признать, когда я ошибаюсь в своих суждениях о людях. А сейчас прошу вас, чувствуйте себя как дома. Все, что вы здесь захотите, ваше, казино, женщины, все, что угодно, в этом нет необходимости. Прошу ни слова. Я настаиваю. Господа, за длительное и честное сотрудничество. Будущее принадлежит нам. Наркобюро. У нас имеется ордер. Все не с места. Бросай. Так, деньги. 500, а это 502. Все в порядке. Понял. Джейк, 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 там двое из этой же компании. Голубая машина. Начинаем преследование. Даю номер машине. Голубая машина. 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 Девушки отдыхают. 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 за бумаги? Я не совсем уверен. Какие-то зашифрованные документы. Если они достаточно важны, чтобы их зашифровали, значит, они действительно важны. Ладно. Значит, нам сообщили про Гатчо. Кто-то узнал, что мы едем, и они смылись. Но они очень спешили, поэтому не захватили с собой эти бумаги. А что это другое? Как ты думаешь? Понятия не имею. Пусть посидят наши эксперты в Ленгли и Арлингтоне. Пусть сломает себе голову. В конце концов, мы выясним, что тут зашифровано. Я хочу нанести по ним удар, Пабло. Я знаю, что на тебя можно положиться. Я говорю тебе, мы должны дать сдачу. Я тебя понимаю. Они нас выгнали из наших домов. Я заставлю их за это заплатить. Они забудут, что значит слово «экстрадикция». Роберт, это как-то несправедливо. Как мы выживем? Кроме того, тебя обещали повышение и в ранге, и в зарплате. Это придет позже. Да. Позже придет и Мессия. Но Мессия не нужна дома стиральная машина. Все, ложитесь. Стоп! Стоп! Сволочи! Стоп! Прошу вас, прошу вас, не трогайте мальчиков. Не трогайте детей. Стоп! «Б industries» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Синьор Ван? Субтитры создавал DimaTorzok Из надежных источников мне стало известно, что взрыв здания CSI, убийства Голлана и Чавеса были организованы лично Гача. Что это у вас за источники? Я не могу их обнародовать. Надеюсь, вы поймете. Вполне. Вы должны понять, что я также буду хранять мои источники развития информации. Подождите. Я думаю, вы знаете, что моя организация всегда очень вам помогала. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь я здесь начальник. Я знаю, кто отдал приказу убить Чавеса. Я хочу этого человека заставить гореть в аду. Я это сделаю. Вы расстроены. Иногда агенты, которые долго занимаются одной операцией, выходят из строя. От них мало пользы. Не будем ходить вокруг Далкара. Я хочу арестовать Гача и Эскобара. Я готов сделать все, что в моих силах нет. Уж позвольте, я вам скажу, что готовы сделать вы и ваше правительство. Вы готовы воевать с картелем до тех пор, пока жив хоть один колумбий. И вот если наши люди будут погибать в этой войне, мы будем командовать ею. Генерал, я давно нахожусь здесь и прекрасно знаю, что здесь не очень любят гринга, американцев. Но, несмотря на всю вашу крутость, я считаю, что у вас есть какие-то личные интересы. Вы что, обвиняете меня в чем-то, мистер Уон? Если я не приказываю вытащить вас отсюда за шивор, то только из уважения к покойному полковнику Чавесу. Ваши дела здесь закончены, мистер Уон. Посмотрите на себя. Вы выдохлись. Вы ни на что не годитесь. Возвращайтесь домой, мистер Уон. Возвращайтесь, пока вам есть куда вернуться. Просидели 36 часов с этими бумажками. Ну и что? У нас была целая бригада экспертов и суперкомпьютеров ЦРУ, но мы все-таки этот шифр разломили. Ты не поверишь. С этими данными выражение «бери деньги и беги» приобретает новый смысл. Что-то случилось? Я думаю, вам стоит взглянуть. Боже мой. Нет, это какая-то ошибка. Ну? Ну? Вон. Доступ к счету закрыт. Нет, нет. Позвоните в банк. Узнайте, в чем дело. Быстрее. Ну уже. Я звоню из Боготы, Колумбия. Несколько минут назад я пытался вызвать по компьютеру один из моих счетов и выяснил, что доступ к счету закрыт. Я думаю, это какая-то ошибка. Да, мой номер 276-8-2-0-5-0-1. Да, да, я подожду. Банк в Сингапуре закрыт. Там сейчас полночь. Да? Что? Ну это невозможно. А кто распорядился? Я хочу немедленно поговорить с директором. Ну тогда пусть он мне позвонит, как только вернется. Кто-то влез в наш компьютер, в наши счета. Каким образом? Не понимаю. Нам нужно будет бросать вход ликвидом. Нам нужно перевести все деньги в наличные и перевести их в банк в Панаме. Над тем банком у нас есть хоть какой-то контроль. Что происходит? Я должен встретиться с директором банка немедленно. У нас есть основания, полагающие, по меньшей мере, один из счетов зарегистрированных в нашей банке, зарегистрированных под фальшим именем Арнадо Альварес. И туда, кажется, деньги вырученные за продажу наркотиков. Этого не может быть. Позвоните окружному прокурору. Уитфилд, слушай. Да, соедините меня с ним. Это Перес. Ну, почему же нет, черт возьми? Потому что у меня поступил документ от представителя правительства США, заставляющий меня немедленно заморозить эти счета. Но вы не можете это сделать. Боюсь, что я вынужден это сделать. Послушайте, сеньор Уитфилд, вы не совсем понимаете, это ведь не мои деньги. Они принадлежат человеку, на которого я работаю. Это один из самых опасных людей в Колумбии. И если эти деньги к нему не вернутся, он убьет меня, мою семью, моих друзей, тогда я вам рекомендую найти себе другого работодателя. Итак, мистер Сраун, на чем мы остановились? Нужно позвонить Дону Хосе? Нет. Сеньор Перес? Сеньор Перес, кто-то должен ему сказать, что он... Я что, по-вашему, могу сказать Гатча, что американцы заморозены в своем личном состоянии? Вы понимаете, что он со мной сделает? Дону Хосе? Да. Вы меня не знаете, но я вас знаю. Я думаю, вам необходимо с нами кое о чем поговорить. Немедленно. Это территория Коста-Рики. Здесь вам ничто не угрожает. Можете говорить свободно. Я пытаюсь вам, действительно, вы не хотите понимать. Я вполне легальный бизнесмен. Да, у меня университетское образование. В американской тюрьме я не выживу. Но давайте мы отошнем вас назад, домой. Гатча знает уже, что вы считаете замороженным, может, вы выживете в Колумбию. Пути назад у вас нет. Либо вы помогаете нам, либо вы будете разбираться в агуте в одиночку. Но у меня в Колумбии семья, мои родители, сестра. Мы их перевезем в безопасное место, если понадобится, даже в Штаты. Я бизнесмен. Я инвестирую деньги. Я управляю денежными операциями. Я не гангстер. А эти деньги, это самые грязные деньги в мире. Понял? Соединяйте. Эти деньги складываются из тех десяток и пятерок, которые, отчаившись, наркоманы платят за кокаин в Центральном парке и в Лос-Анджелесе. Я не понимаю, о чем вы говорите. Неважно. Вы действительно можете не понять. Ваш офис примерно час назад какой-то посыльный принес бомбу. Я вам не верю. У меня на проводе ваша помощница. Спросите ее. Алисия? Это Мигель. Да. Понял. Хорошо. Что вы хотите узнать? Где Эдуардо Мартинес? Синьор Мартинес, мы вас ждем. Что вам надо? Вы арестованы. За что? Полиция меня нигде не разыскивает. В Колумбии не разыскивает. Но в США против вас возбуждено уголовное дело. И вас выдают Соединенным Штатам для судебного процесса. Я хочу поговорить с адвокатом. Вы поговорите об этом в Америке с властями. Увидите его. Субтитры создавал DimaTorzok Эдуардо Мартинес. Вы арестованы именем правительства Соединенных Штатов Америки. В США вас ожидает суд. Эдуардо. Я уже начал думать, что мы больше не увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Что ж, добро пожаловать в колумбийское захолустье. Как тебе здесь? Проходи. Субтитры создавал DimaTorzok Понимаете, наша возможность в производстве переправлять готовый продукт в принципе не пострадали. Если у нас будет достаточно наличных, чтобы вести производство и поддерживать лабораторию, мы сможем работать дальше. Как долго? Полгода. Ну, может быть, год. Если мы еще будем работать в другом стране. По крайней мере, недостатка в рабочей силе у нас не будет. И недостатка в конкурентах тоже не будет. Да, конечно, предстоят дополнительные расходы, если мы останемся в подполье. Все расходы связаны с оборудованием, с оплатой персонала, с охраной. При всем моем уважении, господа. Но, учитывая, что сеньор Мартинес сидит в тюрьме, и доступ к вашим личным деньгам закрыт, открыть его вновь будет очень трудно. Нелепая ситуация. Посмотрите на нас. У нас нет денег, нет притока наличных. У нас же миллиарды песо. Миллиарды золотов, захороненные по всей Колумбии. А я с трудом могу платить собственным телохранителям. Лучше могилы в Колумбии, Хосе, чем тюремная камера в Америке. Я еще не готов ни к тому, ни к другому. Мы нанесем ответный удар, Дон Пабло. Я Хосе Родрегес Гатча. Я не позволяю себя запугивать. Я сам запугиваю других. Коммерческий самолет, совершавший рейс, искали в Боготу, Колумбия, взорвался вскоре после взлета. Погибло 127 человек. Несколько часов спустя неизвестных сообщил в полицию, что взрыв совершен группой, принадлежащей к медалинскому картелю. Президент Барко подписал новый указ, по которому последовала экстрадикция еще 23-х контрабандистов, в числе обвиняемых, названный Павло Эскавар, Гатча, Эдуардо Мартинис и другие. Их будут судить в Лос-Анджелесе и в Тампо. Охрана. Сеньора Перецвега, что делать? Да. Это Том Ванн. Я не хотел вас напугать, Соня. Но дело в том, что тут ничего не поделаешь. Это, конечно, мера предосторожности, но мы хотим, чтобы вы собрали все свои вещи, а что вы оставите, потом позже вам доставят наше бюро. Что вы хотите конкретно? Я должен вам сказать, что у нас имеет информацию о том, что на вашу жизнь будет организовано покушение. А есть какое-то место, где я буду в безопасности? В США. Мы доставим туда как можно быстрее. Я не уверен, что она мне верит. Со всем этим стоит Гатча. А где он прячется? В джунглях, там, где можно прятаться годами. Ну, так а что ты думаешь о генерале Эсперанце? Да, он невыносимый человек. Я с ним учился в военной академии. Некоторые люди не меняются. Но он хороший человек, умный, кристально честный, что бы ты ни думал. А, он что, кое-что сказал? Да, даже довольно много. По-моему, это уже неважно. Почему? Я думаю о том, чтобы подать рапорт о переводе назад в США. Понятно. Чавес мне когда-то говорил, что ты лучший полицейский, с кем он работал. Но мы все люди. Я тоже иногда думаю, что у меня худшая работа в мире. Я, насколько я понимаю, Эсперанце собирается организовать наступление на Гачо. Боюсь, что пришли в неудачное время. Мы очень заняты. Я знаю, в вашем плане захватить Гачо. Я хочу участвовать в этой операции. Это невозможно. Теперь извините меня, Эсперанце. Забудьте, что я американец. Много с вами полицейский. Я выслеживаю этого типа больше трех лет. Я потерял хорошую работу. Я пострадал больше, чем вы себе представляете. Если он сейчас прячется только потому, что мы сделали его нищим. Я имею право. Я заслуживаю участвовать в вашей операции. Это вопрос нелечного характера. Рядите вы к черту, они убили моего лучшего друга. Поправка Мэнселда запрещает вам участвовать в военных акциях другой страны. Придумайте объяснение получше. Не скрывайтесь. Не прячьтесь за юридической казуистикой. Для меня это очень многое значит. Поговорим как мужчина с мужчиной. Генерал. Ну хорошо. Поехали. Менять курс на Порт-Алу. Но не сообщаю по сменению курса, пока не пролетим перфагент. Понял. Диспетчеры в этом районе Колумбия. Люди хорошие. Нам не стоит их компрометировать. Картагена. Они хотят знать, почему мы изменили курс. Скорпагене спрашивают, почему мы вдруг изменили курс. Затяни с ними разговор. Скажи, что мы заблудились. Выпроси у них новый маршрут, координаты. Диспетчеры в этом районе Колумбия. 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 Возле дома стоял красный пикап. А сейчас его уже нет. Поднимай выше. Летим над дорогой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я приказываю вам сдаться колумбийской национальной полиции. DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но если бы все было как в басне или в притче, чтобы все кончалось моралью, чтобы сходили все концы, чтобы добро торжествовало над злом, тебя это тоже как-то затронуло, Том? Да нет Я тебе могу сказать, во что я верю Я верю, что Эскобар садит за решеткой, потому что Орландо Эстемьес имел смелость открыто заявить о преступлениях, потому что Соня Пересвегас нашла смелость вынести ему обвинение, потому что Роберто Чавес был готов отдать свою жизнь, чтобы покончить с могуществом Эскобара, чтобы покончить с насилием и жестокостью Все эти люди сделали свой выбор Они знали, на что они идут Они были готовы на жертву И даже если они понимали, что этот мир не идеален, они сделали свое дело Посадив Эскобара за решетку, мы слегка сломили медалинский картель, но тут сейчас стал усиливаться картель в Кале Если нам удастся переломить это, то что ж прекрасно, пока борьба продолжается, и тут нет никаких почестей или триумфаторов, есть только бойцы Соня Пересвегас Соня Пересвегас Соня Пересвегас Соня Пересвегас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok